Военная обстановка в Сирии 21 февраля 2017 года ВВС Сирии нанесли серьезный урон, связанный с ИГИЛ-группировки Джундалякса в пригороде Идлиба и Хамы. Сирийские боевые самолеты уничтожили скопление боевиков возле населенного пункта Хайн-Шейхун, а также конвой террористов возле города Морек, уничтожив по меньшей мере 30 боевиков и 16 единиц боевой техники, включая танки. Хан-Шейхун и Морек были ранее в этом месяце захвачены Джундаляксой в ходе череды боев с Джабхат-Фатеха-Шам, бывшей Джабхата-Нусср, сирийский филиал Аль-Каиды, и другими боевиками так называемой «умеренной оппозиции». Однако сообщается о том, что в настоящий момент Джундалякса заключила перемирие с Хаят-Тахри-Рашам, коалицией группировок террористов во главе с Джабхат-Фатеха-Шам, чтобы уйти в провинцию Ракка, перейдя трассу Итрия-Ханасер. Сообщалось о боях между сирийской армией Хаят-Тахри-Рашам в населенных пунктах Даят-Аль-Ассад и Сук-Аль-Джипс к западу от Алеппо. Правительственные силы, предположительно, попытались захватить блокпост Аль-Сура в населенном пункте Даят-Аль-Ассад. Ситуация остается напряженной. 200 боевиков сложили оружие и покинули город Сергая возле Дамаска. Как только эвакуация боевиков будет окончательно закончена, город перейдет под полный контроль армии. Так называемые «сирийские демократические силы» СДС, или, другими словами, те же бойцы курдских отрядов Народной самообороны, YPG. При поддержке американских ВВС и спецназа отбили у террористов ИГИЛ деревни Аль-Ферар, Касар, Терфавия и Сабах-Аль-Хейр в пригороде Раке. Кроме того, отряды СДС атаковали подконтрольный ИГИЛ территорию населенных пунктов Маха и Тель-Шаир. Министерство обороны России сообщило 20 февраля о том, что в результате подрыва автомобиля в Сирии погибли 4 российских военнослужащих, еще 2 получили ранения. Согласно заявлению, подрыв был совершен в то время, когда колонна сирийских войск возвращалась в Хомс из авиабазы Тияз.